вы на канале лекарственные растения всем привет за их отличительный пряный вкус ароматы лечебные свойства свежие или сушеные листья используют не только в кулинарии но и в народной медицине лавр благородный вечно зеленое субтропическое дерево или кустарник вид рода лавр семейство лавровые семейство включает более двух тысяч с половиной видов которые произрастают субтропических и тропических климатических поясах родиной лавра считается средиземноморье кустарник высотой 3 5 метров а в тропиках достигает до 15 метров крона густолиственная пермидальной формы с бурой гладкой корой и голыми побегами листья очередные коротко черешковые простые длиной 6 20 сантиметров и шириной 24 сантиметра со своеобразным пряным запахом пластинка листа продолговатая лацентная к основанию суженная сверху темно-зеленая с нижней стороны более светлая цветки мелкие желто-зеленые собраны в зонтичные соцветия цветет в марте-апреле плоды черно-синие тушистые костянки до 2 сантиметров длиной яйцевидной или эллиптической формы с крупной косточкой плоды созревают в октябре-ноябре сбор сырья производится в декабре-январе в период ссср промышленная культура лавра благородного как источника пищевого растительного сырья была сосредоточена главным образом в грузии грузинские ученые внесли существенный вклад в изучение химического состава эфирного масла последние десятилетия активно изучаются индивидуальные сисквитерпеновые лактоны листьев лавра показана способность этих соединений оказывать гастропротективный эффект снижать содержание этанола и уровень глюкозы в крови проявлять цитотоксичность в отношении некоторых линий опухолевых клеток главный компонент входящий в листья лаврушки это цинеол кроме цинеола в листьях обнаружено эфирное масло которое содержит ряд полезных органических веществ и химических соединений известные своей антимикробной активностью антибактериальная активность компонента цинеола в эфирном масле из лавровых листьев обладает сильным действием в отношении трех бактериальных штампах золотистый и промежуточный стафилококк и клепсиелла пневмония основным резервуаром золотистых стафилококков у здоровых людей является полость носа однако золотистые стафилококки также могут обитать и в гортане в области промежности в подмышечных областях на волосистой части кожи головы и в желудочно-кишечном тракте линолол это олифатический спирт с выраженной антибактериальной активностью в отношении нескольких бактерий таких как возбудитель дизентерии синегнойная палочка и палочковидная нефлагеллярная бактерия которая производит белок актин быстрым и непрерывным образом чтобы продвигаться вперед внутри и между клетками хозяина 6 основных липофильных веществ эфирного масла лавра в состоянии проникать через клеточные мембраны микроорганизмов посредством разрушения полисахаридов жирных кислот и фосфолипидов входящих в состав их структур тем самым уничтожая серьезные бактерии плоды лавра содержит 25 процентов жирного масла зеленого цвета в состав которого входит пальмитиновая линолевая кислоты и триглицериды лауриновой кислоты зеленый цвет масла обуславливает присутствие хлорофилла кроме того в плодах найдено душистое желтоватое эфирное масло смолы углеводород лауран фитостерин и мелисовый спирт а также лаврушка содержит витамины и минералы еще в древности листья и плоды лавра использовали как пряность и с лечебной целью листья и веточки лавра были символом победы славы и величия во времена античности знаменитые лекари использовали лавровый лист как чудодейственное средство от большого количества заболеваний по мнению гиппократа лавровое масло помогает при судорогах а лавровые листы он советовал применять для уменьшения болезненных ощущений при родах авиценна считал что лавровый лист хорошо помогает при суставных болях нервном напряжении отдышки а семена и королавра незаменимы при мочекаменной болезни и холестицитах лавровый лист и сейчас широко используют народной медицине он применяется для усиления аппетита улучшения пищеварения снятия отечности снижение артериального давления при лечении ревматоидного артрита и артроза для повышения иммунитета и для подавления туберкулезной палочки лавр обладает противогрибковым противовоспалительным антибактериальным сахаропонижающим детоксикационным иммуномодулирующим успокаивающим и противоревматическим действием настой листьев лавра при сахарном диабете если не тяжелая форма в термос положить 10 пряных листьев залить их 0 5 литров кипящей воды настоять через три часа настой готов принимать по 100 миллилитров за 30 минут до еды трижды в день курс лечения составляет две недели затем нужно сделать перерыв на 14 дней этот же отвар помогает избавиться от потливости ног в ванночке нужно делать три раза в неделю лечение суставов лавровым листом показаны при артрозах любой локализации коксартрозе остеохондрозе на любой стадии артрите ревматизме и подагре настой нам понадобится 10 листов лавра благородного 3 столовые ложки натурального меда и 1 литр воды в небольшой емкости кипятят воду и добавляют лавровый лист как только вода закипит ее снимают с огня и накрывают крышкой средство нужно настоять в течение двух-трех часов не более затем из кастрюли достать лавровые листы охладить и добавить мед пить средство нужно по 120 миллилитров три раза в день длительность лечения не должна превышать три дня при необходимости курс лечения повторяют через три недели не ранее и не чаще двух-трех раз в году также во время терапии лучше отказаться от алкоголя жирной пищи мясо и яиц так как эти продукты являются источником пуринов которые накапливаются в виде кристаллов мочевой кислоты в суставах избыточная концентрация лаврового листа в составе отвара ядовита и может привести к тяжелым повреждениям внутренних органов поэтому важно строго придерживаться рецепта лаврового листа для суставов с помощью лавра также можно улучшить восстановление хрящей насытить витаминами и минералами для этого нам понадобится 1 столовая ложка пищевого желатина яичная скорлупа одного яйца 300 миллилитров воды и 2-3 листа лавра скорлупу нужно промыть и извлечь желток с белком высушить в течение 2-3 дней затем в ступке или кофемолке измельчить до состояния порошка каждый день необходимо смешивать желатин измельченную скорлупу и лавровый лист с водой настаивать 2-3 часа полученную смесь требуется выпить в течение дня деля на небольшие порции курс лечения составляет месяц после чего делают перерыв на 4-6 недель и при необходимости проводят повторный курс дополнять лечебные свойства лаврового листа для суставов необходимо полным отказом от алкоголя мясных блюд и копченостей уменьшением количества соли добавляемой в еду рацион необходимо составить на базе овощей и фруктов постных каш и нежирных бульонов а также активное употребление рыбы особенно морской мазь наибольшая эффективность этого средства отмечена при остеохондрозе спины в этом случае масло используют для проведения массажа усиливая лечебное мануальное воздействие также средство подходит для растираний 15 грамм или магазинную пачку лавра измельчить в ступе поместить сырье в стеклянную банку залить 3 4 стакана любого растительного масла в идеале оливкового средства настаивать в темном месте на протяжении недели ежедневно банку хорошо встряхивать после процеживания масло поместить в холодильник для хранения а перед использованием небольшую порцию нагреть до температуры тела это же средство годится для втирания в болезненные суставы а также для обработки сухих экзоматозных высыпаний чтобы избавиться от гайморита как дополнительное средство применяют ингаляции из отвара лавра или с добавлением его эфирного масла также из лаврового настоя практикуют теплые компрессы лавровый лист от горла применяют очень часто при ангине хорошо полоскать полость отваром или разжевывать листья для уменьшения боли и снятия воспаления за счет дубильных соединений камфоры капроновой и муравьиный кислот растение способно побороть любые бактерии используется это растение и в косметологии при повышенной жирности волос сполоснуть отваром из одной столовой ложки измельченных лавровых листьев и 1 литра воды смесь отваривают 5-7 минут процеживают и охлаждают против перхоти голову ополаскивают более крепким отваром на 1 литр кипятка понадобятся две столовые ложки измельченных листьев лавра еще дым этого прекрасного растения от сжигания древесины с листьями или масло лавра отпугивает комаров москитов и муравьев несмотря на обширное количество лечебных свойств лавровый лист имеет ряд противопоказаний применять снадобье нельзя людям с язвенной болезнью желудка и кишечника женщинам во время беременности чтобы не спровоцировать выкидыш и в период лактации лицам с аллергией на это растение признаками которые являются сыпь зуд покраснение а также при непроходимости кишечника и при болезни почек лавровый лист не только приправа улучшающая вкус любого блюда благородный лавр это еще и лекарственное растение способное избавить от множества недугов при разумном употреблении диссертацию по фармакологическому изучению листьев лавра благородного вы найдете в описании под роликом если вам друзья интересно познавать лекарственные растения подписывайтесь и следите за новыми выпусками напоминаю 1 февраля 2023 года выйдет ролик про онкологию в котором вы увидите от чего и как происходит эта неприятная патология каким образом вылечиться и уберечься от этого опасного заболевания с помощью лекарственных растений а на сегодня все используйте лекарственные растения с умом берегите себя и своих близких а Редактор субтитров А.Семкин